Урок 9. Создание упорядоченной группы одинаковых объектов. Довольно часто в чертежной практике приходится создавать группы одинаковых объектов, расположенных в определенном порядке. Для этого в автокаде существует команда «массив». «Редакт» — «массив». Массив может быть прямоугольный или круговой. Для прямоугольного массива нужно задать количество рядов и количество столбцов. Затем нужно задать расстояние между рядами и расстояние между столбцами. Посмотрим на примере выполнения фасада здания последовательность выполнения прямоугольного массива. Возьмем команду «прямоугольник» и в абсолютных координатах зададим координаты левого нижнего угла — 50,50. И координаты правого верхнего угла — 400,300. Построили прямоугольник, который будет у нас изображать фасад здания. На фасаде должны быть оконные проемы. Для упрощения оконный проем покажем просто как проем, без вычерчивания рам. Воспользуемся командой «прямоугольник» и зададим координаты для оконного проема. Левый нижний угол — 70,80 мм, а правый верхний угол — 100,110. Построили один оконный проем. Размножение объектов в прямоугольном массиве осуществляется вверх и вправо. Поэтому мы задали в левом нижнем углу первый элемент, который нужно будет потом размножить. Выбираем команду «массив», задаем число рядов на нашем фасаде будет 4. Ряда оконных проемов, то есть четырехэтажное здание. А столбцов возьмем 5. Между рядами зададим расстояние 50 мм. Это расстояние, на которое нужно поднять низ оконного проема вверх, чтобы не было наложения. Расстояние между столбцами 70 мм — это расстояние левой стороны оконного проема, чтобы его сместить вправо и так же, чтобы оно не накладывалось на уже нарисованный наш проем. Следующий этап. Нужно выбрать объект. Объект — наш прямоугольник, изображающий окно. Правая кнопочка после выбора объектов. В окне диалогового окна нам показано, как будут предварительно располагаться наши объекты. Если это нас устраивает, нажимаем ОК. Вот они, окошечки, все расположились равномерно на всем протяжении фасада здания. Для прямоугольного массива необходимо задать сначала редакт массив, переключить на круговой массив. При построении кругового массива копии объекта располагаются по кругу с центром в определенной точке. Координаты этой точки следует задать в поле «Центр» или в абсолютных координатах XY, если вы их знаете, или выбрать «Указать центр массива» кнопку. Затем нужно задать количество объектов и угол заполнения. Посмотрим на примере последовательность построения кругового массива. Например, пусть у нас будет какой-то круглый стол. И поставим у стола какой-то стул. Теперь нам нужно расположить стулья вокруг нашего стола на одинаковом расстоянии. Редакт. Массив. Круговой массив. Кнопка «Центр массива». Центр массива – это центр нашей окружности. Число элементов. Пусть у нас будет 7 стульев. Угол заполнения 360 градусов, если нужно равномерно поставить эти стулья вокруг стола. Если нужен другой угол заполнения, значит, можно поменять этот угол. Выбор объектов. Выбираем стульчик. «Энтер» после выбора объектов. На картинке показывают предварительный просмотр, как они будут располагаться. «Окей». И вот эти стульчики равномерно расположились вокруг нашего стола. Теперь давайте посмотрим, как же применить команду «Массив» при выполнении чертежа. Если это чертеж, значит, нам нужно выполнить загрузку типов линий. Выберем линию «Ша-пункт» для центровых линий. «Окей». И штрихпунктирной линией командой «Отрезок» с включенным «Орто» нарисуем вертикальную и горизонтальную центровые линии. Команда «Круг» из указанного центра радиусом 30 мм построим окружность. На этой окружности будут располагаться маленькие отверстия, поэтому мы ее вычертили штрихпунктирной линией. Для построения других окружностей мы исправляем цепление по слою и строим другие окружности. Например, из этого же центра нам нужно построить круг радиусом 15 мм. И затем построить круг радиусом 40 мм. На центровой линии нужно расположить одно из отверстий, у которого зафиксирован центр, то есть находится на уже имеющихся осях для окружности. Радиус этой окружности будет 5 мм. А теперь командой «Массив круговой» можно размножить эту маленькую окружность по всей окружности, которая нам нужна. Редакт «Массив». Показываем центр массива. Число элементов 5. Выбираем объект. Нажимаем клавишу «Ок». Вот они, эти окружности, расположились на одинаковом расстоянии. Теперь, если это наш чертеж, значит его нужно отредактировать. То есть команды «Разорвать». Убираем ненужные концы штрихпунктирных линий. Затем нужно проставить размеры. А для простановки размеров сначала нужно выполнить изменения размерных стилей в соответствии с нашими требованиями ЕСКД. «Редактировать». Вкладка «Линии». Удлинение заразмерные. 2 мм. Символы и стрелки. Размер стрелки 5 мм. Текст. Высота текста 3 мм. Отступ от размерной линии, чтобы цифры не опирались на размерную линию. 1 мм. Согласно ИСО, чтобы диаметры и радиусы располагались на полочке. Основные единицы. Точность линейных размеров округляем до целого числа. Ок. И закрываем. Теперь можно проставить размеры. Размеры. Диаметр. Выбираем окружность и показываем, где будет располагаться наш размер. Следующий. Размер. Диаметр. Выбираем местоположение для размера. Для того, чтобы проставить размеры для маленьких отверстий, нам нужно выполнить такое действие. Размеры. Диаметр. Показываем одно из отверстий, но ставится размер только диаметра этого отверстия. А нам нужно написать, что их 5 таких отверстий. В этом случае выбирается опция текст, а все опции выбираются нажатием правой кнопки мыши. И в командной строке, где написано сейчас размерный текст, набираем нужный нам текст. 5 отверстий, переходим в английскую раскладку, набираем процент, 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 с, английская буква, латинская буква, и дальше размер диаметра. Процент, 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 с, это символы для того, чтобы у нас нарисовался значок диаметра. Enter. И проставляем этот размер на чертеже. Для того, чтобы надписи были выполнены чертежным шрифтом, нам нужно изменить стиль текста. И выбрать текст, который называется Исокпиур. Можно выбрать курсив с наклоном. Применить и закрыть. Теперь нам нужно выполнить обводку чертежа. Для обводки чертежа мы выбираем вес линии 0,70. И удобнее нарисовать произвольно где-то отрезок. Для того, чтобы отразился вес этой линии, нужно включить кнопку отображения веса линии. Затем выбираем копирование свойств, выбираем исходный объект, и указав кисточкой на наши объекты, выполняем обводку чертежа. Так мы построили модельку, детальку с делением окружности на равные части. Продолжение следует...